Доказать реальное существование Велесовой книги, мало того, представить ее копию на всеобщее обозрение, задача не из легких. Но старшекласснику Сергею Кузьмичеву трудности нипочем. Ведь он продолжает дело своего деда Амиара Бекмульна. Амиар Хамзевич – выпускник и друг второй школы. Он впервые мне рассказал о том, что он более чем уверен, что все-таки Велесовая книга существовала на самом деле. То есть материальное ее существование не поддается никакому сомнению. И он реконструировал эту книгу. И сколько выпусков я сделала, практически все дети с ним встречались. И после встречи с этим замечательным человеком у детей возникал огромный интерес к истории. Именно благодаря этому человеку многие ребята полюбили историю. Амиару Бекмульну удалось найти сведения о знаменитой утерянной Велесовой книге и восстановить ее. После смерти Амиара поиски продолжил его внук. Для него это стало делом чести. Все-таки это мой дед. Я, наверное, сторонник его деятельности. Я, наверное, считаю нужным продвигать его дело. Эту работу Сергей озвучил на заочном этапе научно-практической конференции «Старт в науку». Вместе с ним свои научные труды по различным темам представили еще семь учащихся второй школы. Среди них и четвероклассница Яна Усанова. Шумовое сгресснение является серьезной современной проблемой для всех школ города. Этот шум действует на здоровье учителей и учащихся. Мы разработали практические рекомендации, которые помогут снизить воздействие шума на организм человека. Возраст участников научно-практической конференции «Старт в науку» разный – от 10 до 16 лет. В этом году на научно-практическую конференцию выставлено 8 исследовательских работ. Тематика этих исследовательских работ разнообразная. Дети у нас исследовали и влияние шумового загрязнения на организм человека, и выявили состав и степень употребительности личных имен учащихся нашей школы, провели лингвистический анализ названия улицы города Куснецка. Темы научных работ поразили жюри своей актуальностью, а сами исследования – серьезностью и глубиной. Все они будут представлены на очном этапе городской научно-практической конференции «Старт в науку», который состоится уже завтра в 21-м лицее. Анна Захарова, Сергей Крамаренко. Специально для программы «Этот день».